новый кулрейт машинка свеженькая буквально два года назад мы видели и делали обзор с московского автосалона называлась она тогда sx1 все прикалывает конечно вот этот антикрыло пожалуйста полутора литровый двигатель 177 лошадей китайцы не идут на демпинг вот в чем фишка вот это вот довольно странно все вопросы обязательно мы выясним и зададим все полностью собирается только в китае белорусские руки прикручивают крупную зловая сборка сейчас у нас в беларуси 39 видит на до трех лет нет не оцинкован всем и 6 можно добиться всем один не 7 и 6 она реально около 8 9 бензин расход по городу в смешанном цикле при тестовом режиме это есть обратите внимание вот тема кевлара она поддерживается в максимальной комплектации и на боковых зеркалах точно также передней губе и она поддерживается но вот ведь и первый день буквально уже машины жирные самые комплекта цена хорошая 43 всем привет сегодня мы втыкаем в абсолютно новый джили это джили кулрей белорусская сборка буквально первый день на тестах и конечно же нам интересно во первых стоит ли покупать эту машину а поговорим о плюсах и минусах узнаем до этого мы спрашивали у нашего youtube сообщества огромное вам спасибо кто до нас подписан на команду в панораму за ваши вопросы за вопросы из инстаграма за вопросы из фейсбука все вопросы обязательно мы выясним и зададим итак новый кулрей машинка свеженькая буквально два года назад мы видели и делали обзор с московского автосалона называлась она тогда sx1 производилась китай уже в октябре первый экземпляр нашего белорусского ну так скажем опытной сборки кроссовера поставили на какую-то из выставок изучить спрос и конечно же последний месяц все кто знает кто любит китайские кроссоверы кто ждет реальных цен на них ждали что же будет с ценой сразу же скажу забегая вперед что пока у нас есть две цены две комплектации простая и покруче отличаются они не очень много на три тысячи белорусских рублей на полторы тысячи долларов вообще цена которая заявлена сейчас беларуси это 40 тысяч рублей за базовую комплектацию и 43 тысячи за максималку примерно это миллион двести в россии понятно что сейчас прямо сейчас вот в это время в конец зимы начало весны у нас должны появиться основные конкуренты куры это skoda корок это киа селтас которые тоже уже заявлены в ту же цену что же дает нам куры давайте посмотрим его поближе во-первых максимальная комплектация сразу же бикалорная и в отличие от атласа где бикалор мы уточняли наклеивали виллеры пленкой здесь все сделано все таки сразу же на заводе и цвет бикалорные цвета кстати всего пять цветов ярко-красная ярко-синий белый оранжевый очень классный оранжевый цвет и и и серый вот но выглядит машина классно обратите внимание на ледовские фары и еще вот здесь обратите внимание классная штука это антикрыло вот антикрыло это опять-таки родная абсолютно штука классические кроссоверные короткие свесы пластиковый обвес пластиковые накладки на дверцы мы обязательно прокатимся на этой машине расскажем как она себя ведет на трассе в городе ну что давайте пройдем вокруг машинки посмотрим детали цвет очень удачный ярко-красный есть еще у них оранжевый есть ярко-синий вот обратите внимание губа губа под кевлар здесь это сделано тоже цитата где-то мы видели эту всю историю но согласитесь а я вам скажу мы видели эту историю на предыдущем ров 4 там такая же история была с этой губой которая просто цеплялась за все неровности грунта естественно пластиковый обвес а можно глянуть секу да да видите пороги грязные так не научились при том что закрыт закрыт пластиковым обвесом дверца видите грязный порог резинка уплотнителя не хватает 360 градусов полный обзор видите здесь есть датчики есть и камера заднего вида которую надо чистить что касается ручки достаточно удобно сама кнопка очень рядом не нужно залазить даже в перчатках можно хорошо ее открыть органайзер очень удобно положить мелочевку все и до к . до к . и в максимальной комплектации и в минимальной вполне достаточно поменять еще обратить внимание везде есть резинки и сеточки удобная штука плюс в багажнике есть дополнительная розетка и подсветка видите как складывается быстро так автомобильчик выглядит очень и очень удачно очень ну во первых дорожный просвет клиренс нет у меня сантиметров и бессмысленно замерять потому что заявлены 180 миллиметров ну трудно тут и похвастаться пример по сравнению с конкурентами потому что даже лада x-ray обзора вы можете найти лады x-ray кросса на нашем канале как раз делали стрим там уже 195 то есть полтора сантиметра обычного кросс хэдча здесь заявлен как кроссовер смотрите вот эта передняя губа из пластиковой якобы по титан вот эта штука сразу же я скажу она будет задевать если вы будете ехать на какую-то горку если вы будете пытаться выехать на бездорожье вот эта штука потрескивает сразу же украшаются этой губой можно распрощаться парктроники в максимальной комплектации мы как раз поговорим здесь обзор 360 градусов противотуманочки это такая дань моде жабры но они закрыты пластиком обратите внимание это просто так скажем фуфельная накладочка она здесь не нужна линзованные фары full led здесь максимальной комплектации очень интересно вот эти вставки ярко-красные элементы смотрится неплохо обратите внимание вот эта тема кевлара она поддерживается в максимальной комплектации и на боковых зеркалах точно так же как в передней губе и она поддерживается да в заднем задних элементах накладки бампера кстати интересная штука выглядит машина выглядит понтовее чем есть на самом деле никто не скажет что это китаец даже за счет вот этих ребер смотрите ребра которые под кевлар кстати интересная штука это некрашенный пластик и он будет достаточно отрывалый то есть беспроблемный на нашем пескоструе не страшно ему будет грязь песок и обратите внимание здесь целых 4 патрубка 4 патрубка выхлопной системы двигатель 1.5 заглянем давайте под капот как выглядит этот самый двигатель 1.5 каждый раз для меня большой сюрприз открыть капот китайского кроссовера и посмотреть что же они там наворотили и так хоп пожалуйста полутора литровый двигатель 177 лошадей обратите внимание сразу же что все 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 закрыто пластиком он на клипсах проблем нету но и аккумулятор вот он здесь и передняя часть пространства да она закрыта пластиком как раз мы перед записью стояли с человеком общались он говорит ну что через год ну да действительно пластик очень хлипкий вот и сам двигатель видите накрыт пластиковые это больше для шума головка блока алюминиевая но самая большая фишка ребята скажу вам волшебную цифру вы только не смейтесь только не смейтесь три цилиндра да здесь в этом двигателе 177 лошадей полтора литра три цилиндра мама милая три цилиндра мы проедемся я вам расскажу как он себя ведет давайте заглянем на место водителя вот здесь у нас кстати начинаются проблемы потому что кресло водителя только в двух направлениях видите спинка и вперед назад то есть нету вверх да а не есть 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 все нормально просто она есть 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 поэтому по высоте можно настроить еще момент давайте сядем самое главное как устроиться водителю на своем рабочем месте ну во первых сразу же три боковой поддержки нету спины три направления достаточно удобно высота да тоже вполне то есть при моем росте метра семьдесят восемь места хватает руль вверх вниз вперед назад руль маленький удобный вот здесь наплывы есть для пальцев последняя фишка мода руль многофункциональный видите очень много клавиш повтыкаем проверим во время дороги здесь электрорегулировки зеркал зеркала складываются клавиши пластиковые они сделаны под металл и выглядит очень очень шикарно что посидим на втором ряду все-таки размеры и габариты даже высота этого автомобиля чуть ниже чем атласы или x7 м гранда здесь есть риллинги а еще здесь есть фишка очень классно это конечно же максимальная комплектация но опять-таки максимальная комплектация в сорок три тысячи да еще в кредит на три года можно по льготе взять это огромный люк причем люк и заходит на пассажиров второго ряда и естественно люк основной который открывается и открывает небо очень классная штука очень мне понравился еще в максимальной комплектации в средней дне то это антикрыло конечно это больше для понтов для фуфила опять-таки мы говорим о том что машина выглядит лучше чем адрес на самом деле и это наверно плюс ребра повторяется на губе бампера нижнего и ребра эти же самые повторяются вот здесь на антикрыле смотрим второй ряд второй ряд посмотрим давайте так напомню метр семьдесят восемь я сидел прострочка 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 на коже конечно это эко кожа это не настоящая кожа здесь никаких у нас вопросов нету вот места хватает меньше места меньше однозначно чем в атласе или в м гранди больше всего места в м гранди и к седьмом здесь и по высоте ну у меня буквально вот два три сантиметра вот обратите внимание насколько мало места здесь даже для меня достаточно невысокого человека заходи заходи покажи смотри вот то есть место я ну чуть-чуть еще то есть если метр семьдесят восемь метр девяносто и человек упрется вопрос 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 меняется ли наклон спина наклон спина наклон спина не меняется он зафиксирован и вообще задние места задние пассажиры они не двигаются диване вперед-назад но сейчас мы попробуем сложить какая же трансформация салона смотрим на багажник ну опять таки без сантиметра без рулетки по размерам мне кажется даже он шире чем у x7 и по высоте вполне приличный невысокий невысокий порог вся внутренность багажник отделана мягким велюром заглянем здесь есть инструменты и докаточка да даже в максимальной комплектации есть докаточка то есть понятно что экономит на всем обратите внимание на такие мелочи как сеточки да очень удобная штука будет вот внутри за счет колесных арок сам багажник чуть уже вот никаких дополнительных элементов там каких-то бардачков скрытых под пол здесь нету понятно что можно снять одним движением руки крышку багажника вопросов нет и одним движением руки можно сложить сложить ясно ясно хорошо не до конца видите то есть до конца они не складываются то есть ровного пола получить невозможно ну если где-то где-то на охоте или на рыбалке заночевать ну так скромненько но вполне возможно может быть поднимается нет сам задний диван не поднимается поэтому а еще еще что есть на заднем сидении обратите внимание это есть подлок подлокотник причем подлокотник с подстаканниками он немножко меньше тоньше чем на м гранди и к седьмом но вполне удобно здесь обычно стеклоподъемники и спереди и сзади что же у нас есть по функционалу еще заглянем максималки нет электроподъемника крышки багажника потому что не надо это все-таки скромный малый класс так что же у нас есть есть блокировка стекол есть электрорегулировка стекол и обратите внимание на внутри на подлокотник с бардачком достаточно большой подлокотник ну вот он широкий тоже обшит кожей с прострочкой здесь подстаканник здесь как удобная ниша для телефона здесь для документов электропарковка причем парковка дублируется и на джойстике и еще отдельно выведена под рукой у нас вот такие кругляшки понятные приятные на ощупь по управлению климат-контролем и аварийка ну что вот такая у нас история давайте все-таки отправимся на пробный поезд хорошо то есть получается что мы первые первый день на тестах на тестах вчера буквально появился середина февраля появился CoolRay сразу же это полностью китайский автомобиль то есть белорусского здесь фактически ничего нет только руки да это здесь получается так крупноузловая сборка поэтому автомобиль уже не готовится так как атлас модель здесь нет такого что пришли элементы кузова и идет покраска здесь уже все окрашено сейчас секунду у меня вот вопрос мой друг александр как раз задал вопрос по поводу того что с оцинковкой то есть все таки на атласах хорошая покраска и оцинковка катафорезная да а на м грандах и к седьмых ну были какие то вопросы потому что жуки появлялись вот как здесь здесь технологиями сама подготовки кузова не могу вам на этот вопрос ответить со стопроцентной уверенностью потому что это идет производство именно в Китае в заводе в Китае модель атлас металл на нее поступает оцинкованный сюда в Беларусь здесь идет сварка кузова погружение в ванну с катафорезным грузом и покраска полный цикл по какой технологии что сделали китайцы да да но они заявляют что оцинкованы или нет они не заявляют не заявляют что оцинкованы да вот это конечно вопрос поэтому мы как дилер все эти автомобили сразу предлагаем нашим клиентам уже к покупке дополнительно антикор дополнительно клейка от скола то есть антикор вот я узнавал это у вас 480 500 рублей да да то есть где-то 250 долларов и на него тогда гарантия на антикор 5 лет на услуги да по антикорзинной обработке 5 лет гарантии при прохождении обязательно каждый год просмотр и обслуживание да ну в целом машина продается на нее гарантия 5 лет и 100 тысяч на сквозную да на саму машину 4 года и 100 тысяч да а на сколы вот там что там было три года да три года либо 60 тысяч пробега красочное покрытие сколы не будут являться ага то есть скольчики это не гарантийное случае вот здесь вот очень важная штука потому что у меня все время не только в джили поэтому и нужно заклеивать я в последнее на последних всех машинах полностью закатывая все в это называется антигравийная пленка да стоит не дешево раньше вообще было там около 100 долларов то есть там 200 250 рублей сейчас дерут чуть ли не 500 700 но за полный комплект они вырезают полностью под вот машину по лекалам получается весь капот или пол капота крыша зеркала крылья края потому что они все естественно на сколах поэтому штука очень полезная нужно лучше 500 рублей получается отдать и за антикор то есть полюбасу в цене 40 или 43 тысячи надо добавлять 500 рублей нормальный полноценный антикор и ты будешь спокойно пять лет ездить так рублей 500 как минимум полностью вот этот вот антигравийная пленка что еще посоветуете мы заглядывали под капот там есть защита картера до пластиковая ее хватит по идее если в основном городская эксплуатация и модель позиционируется как городской кроссовер найдет исключительно переднеприводная я думаю что этого должно хватить потому что на бездорожье такую машину гнать я думаю не стоит окей давайте я проедусь ну сразу же вот скажу по эргономике достаточно знакомый руль потому что все таки джили ну есть какая-то наследственность да многофункциональность вот кстати вот эти вот запасики боковые практически во всех и джили во многих во многих автомобилях во многих кроссоверах это многофункциональность надо привыкать где кнопочки вот здесь видите рычажок по громкости но классный руль что у нас и вперед-назад до класс здесь электро все электрорегулировки а спина есть поддержка не туда и одно кресло вот я скажу у меня рост метр семьдесят восемь да и я скажу что мне хватает не хватает над головой немного места остается сантиметр три четыре я думаю что если опустить максимально сиденье так она опускается нет да здесь два и либо отодвигаешь то все равно по высоте я думаю что если метр девяносто здесь можно упираться уже вот так по высоте только по длине но мы как раз в максималке и вот что приятно здесь максималки есть сразу же огромный отделка крыши огромный как мы ее откроем открытие здесь сразу открывается класс то есть полноценный не ну сам люк на пол салона а стекло остекление фактически на всю крышу и на передних на пассажиры на водителя и на заднего пассажира ну чё поехали джойстик тоже мне вот знаком по китайским автомобилям недавно был на хавейле присмотрелся к хавейлу мне сюда мне понравилось как ведет себя робот у нас получается здесь 1 и 5 то есть ставится только двигатель 1 и 5 ты достаточно резво турбированный 1 и 5 177 лошадей мы по главной 177 лошади и конечно вот это меня напрягает когда я начал говорить ребятам и все поеду сам посмотрю куры и потому что ждали последний месяц вот что там убил джи что там в борисове и я узнал при три цилиндра меня все начали троллить мотоцикле поедешь но вот чувствую себя не на мотоцикле не внизу небольшой подхват конечно есть замедление такое а семиступенчатая дкт то есть робот это собственная разработка то есть полностью с разработкой джили до мокрая две корзины то есть по идее мы вообще не должны слышать сейчас никаких переключений но очень к ощущениям по ощущениям машина очень резкая резвая резвая и рисковатая вот любое ускорение я кстати когда посидел здесь немножко застремался и начал браться за поручень потому что конечно же она провоцирует да то есть провоцирует нажать газ 177 лошадей но динамика потрясающе 7 и 9 мы конечно не будем проверять в таких этих но вот все сразу же у меня тоже начали спрашивать это расход реальный расход я читал статью молодой парень съездил семьей вот уже на куры и на нордкап очень классная статья но он сказал что реальный расход который был заявлен там 7176 даже в смешанном цикле вообще не не бьется 8 это но более-менее реальные при том что он в основном ехал то по трассам вот сейчас трудно сказать потому что у нас сейчас вообще показывает 16 3 но мы-то в режиме тестовом пробег 98 километров то есть по идее первое вот что я всегда говорю нужно машину обкатать вот эти все разговоры нет не требуется не требуется мол обкаткой ребята нифига оба красота отдельно вот хотелось бы повтыкаться что здесь есть какие ассисты какие штучка вот это пуршевская когда-то стояла смотрим спереди смотрим сзади то есть у нас обзор 360 градусов максималка именно 360 максимальной потому что комплектации комфорт будет идти лишь камера в боковом зеркале но и сзади по идее парктроник а по поводу регистратора то есть можно программировать записывать какой-то периодичность возможность максимальной комплектации переднюю камеру использовать как видеорегистратор то есть это настроек настроить можно и она каждые сутки просто пишет все что вы во время движения оба и не надо никаких прибамбасов дополнительно на алиэкспрессе заказывать то есть все уже приехал али кстати очень необычное зеркальце а она в какой-то вообще на машина мне кажется такая больше женская вот и по размерам да ну мы сидим тоже сразу спрашивают а как вот внутри как по ощущениям по ощущениям она конечно такая вот ну мужику метр семьдесят восемь здесь впритык честно во сколько рост а метр восемьдесят пять скажем так по посадке ну какого-то дискомфорта я не испытываю согласен вообще наш модельный ряд в целом модели гранты кси многие рассматривают когда семейный вариант автомобиля их приличает простор салона в гранте водительская посадка торпеды поселить многим это нравится я же наоборот приверженец когда вокруг меня создается такая приятная атмосфера мне допустим нравится и боковая поддержка сейчас проверим боковую поддержку у нас такой поворотик правда 50 мы не будем нарушать но чуть-чуть поддадим газку по поводу кренов были на вписывается на ура вообще вписывается машина что касается управляемости здесь мне очень нравится машина очень нравится ну по поводу стыков вот этот вот компромисс которые делают либо не реагировать на крупные стыки либо на мелкие вот здесь вот такой средний какой-то компромисс потому что более-менее дороги в беларуси нормально поэтому а руль я знаю что тут есть настройки руля есть в зависимости даже от него сейчас спорт режим тугой у нас мокрое покрытие абсолютно мокрое и у нас сейчас зашуршали шины небольшая пробуксовка была абэска стоит да потому что слышал звук как раз работки абэске но машина очень резко вот разгоняется насчет кикдауна на роботе а я могу поспорить что это конечно не вариатор минусов вариатора здесь нет вот этого думания плавности хода но тоже кикдауна автомата классического автомата когда ты сбрасываешь на одну на две скорости здесь этого нету как раз робот все равно мягче автомата то есть это что-то среднее между вариатором не знаю почему вариатор ругает боятся и в беларуси в россии вариаторов но робот вот этот достаточно интересный не так не к чему придраться едет он неплохо хорошо а что касается белорусских деталей сколько здесь белорусского вот конкретно в этой модели так как она приходит к нам уже практически вся собрана то есть пока пока это так так скажем первая партия которую просто руки белорусские собрали да но я так понимаю что и в россию она же будет поставляться и беларусь но в машинка интересно кстати вот посмотрел по отделке по качеству отделки мягкий вверх да то есть но это не кожа да это пластик под кожу вот здесь пластик не жесткие не звенящие не бубнящие очень интересные материалы на ощупь поэтому в целом даже здесь мы с вами будем уходить сейчас прокатимся по кольцевой да дадим 120 сколько можно там 110 до 109 если быть точным чтобы не нарушать ничего вот то что касается оснащения полностью китайцы подсмотрели у взрослых марок у немцев вот и касается панели да и вот это вот железное железного поручня до у британцев то же самое потому что это джойстик ну явно у британцев подсмотрен уж и конечно вот эта история когда на салонах видишь китай с не знают шпионов до промышленных которые тут же на премьеру налетают с рулетками с сантиметрами с фотиками и любой узел это тут же тоже понятно что везде промышленный шпионаж хотя мне кажется сейчас китайцы все больше и больше занимаются но потому что в китае все заводы вот сейчас с этим вирусом непонятно что будет потому что заводы bosch до заводы там до всего всех практически запчастей расположена в китае и зачем им у кого-то где-то воровать как это все уже китайская поэтому они покупают и используют именно классные фирменные наработки ну поэтому и цена конечно цена китайцы не идут на демпинг вот в чем фишка вот это вот довольно странно потому что когда-то корейцы когда пришли да они сразу стали делать дешевле и за счет этого завоевали рынок китайцы этого не делал он кстати еще один китаец по имени зоти ну что проедемся по третьей полосе сразу же машина пуляет вот сразу же здесь такой толчок даже чувствуется да в спине вот у нас освободилась полосочка но звук конечно звук слышен мне приходится чуть-чуть громче да да соблюдайте скорость по дд у нас осталось но ограничитель стоит поэтому но машина резвая резвая а чем мне кажется вот я размышляю ну что сравниваю атлас сравниваю м грант опять-таки поездил на других китайских кроссоверах на хавеле начинание да на черри все-таки вот конкретно эта модель заточена под девушек вот это мне так кажется и по размеру и по вот этим всем фишечкам да там красный салончик даже по цветам 5 цветов красный синий оранжевый да есть еще яркий оранжевый не она классно конечно просыпаться ехать в машине с оранжевым в этом моменте с вами чуть поспорить да относится потому что скажем так касаемо того что автомобиль исключительно женский однозначно так сказать нельзя модель вообще позиционирует молодежно да 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 потому что все-таки гранд седьмой такой но для белорусов наших для таких куркулей мужик то что востребовано сейчас современные молодежи интересный дизайн оснащение мультимедиа да 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 опять же нужно ли это будет действительно такому взрослому человеку который более привык там скажем так классическому сочетанию механики и атмосферного двигателя возможно это не будет востребовано ну да потому что взрослые начнут там докапываться ой какой клиренс 180 до ну клиренс я скажу так себе да ой а почему нет полного привода полного привода ну какой полный привод полный привод это будет цена тогда там на как минимум там на две-три тысячи долларов дороже и станет неконкурентно то есть по сути такой городской классический паркетник до в котором классно выглядит потому что вот мне очень нравится комплектация больше всего прикал и конечно вот этот антикрыло сказали полтора литра двигателя тест предстоит как будто на мотоцикле то есть где-то может быть же склонный выхлоп красные суппорта антикрыло может где-то скажем так вот это вызывает немного тоже смешанные эмоции мы сейчас на спорте едем да на спорте и у нас очень тугой руль но чувствуется небольшая раскачка то есть все-таки кроссовер за счет высокой посадки но не может быть спортивная машина и вот так вот пошустрить по городу до на следующий да вот и сделаем вот но очень еще необычная вот эта панелька аптитронная она по-разному настраивается хочешь вот цвета могут быть разные то есть под настроение под водителя даже если в семье машина одна то там каждый может одним движением и поменять характер рулежки соответственно разгона да сейчас мы переключились на эко я не ощущаю особо не не немножко робот все-таки более стал спокойнее и задумчиво да потому что если на спорт можно же переключаться на скорость это кстати интересная еще фишка вот проверял я на других машинах это даун ассист и он здесь тоже есть опять-таки говорится о том что машина ну так скажем не для самых опытных водителей включил даун ассист и спускаешься сам не дергаешься это очень безопасная штука кстати очень полезная штука рекомендую тем кто просто боится например распускаться или волнуется нервничает с каких-то гор с каких-то зеркала вполне хватает заднее стекло на хотя наклон достаточно приличный но его хватает для обзорности зеркала большие в меру большие понятно что для кроссовера малого класса до большие лопухи ну как там на практике да когда широкие большие как на крузаках как там на хавеллах девятых когда огромные вот эти лопухи здесь по сути не нужны за счет вот такой неправильная форма они пятиугольные у нас есть край кстати он с дополнительным углом наклона и за счет этого ага и слепая зона это только в максималке да да а и вот эта штука хотел спросить понятно что сейчас все современные автомобили это либо там carplay либо android auto здесь какая-то китайская стоит qd-link вот она да которая телефон подключив смартфон через usb разъем сам он скачает необходимо взаимосвязь между мультимедиа системой и вашим телефоном на экране смартфона будет отображаться на экране мультимедиа систем я понял а что там вот понятно что мой первый день только катаемся а там есть уже навигация беларуси в этом qd-link и возможность транслировать то что запускается а я понял то есть по сути то есть по сути обычный google maps обычно там кто чем пользуется да 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 то есть без проблем удобная штука ну вот у нас сразу видеозапись движения вот сразу камеры 360 никаких подтормаживаний между и теперь же вы можете здесь включить необходимые опции сразу кстати очень удобная штука вот это переключение громкости потому что у многих не только китайские кроссовера взять например тот же самый он едешь по кольцевой и сразу же сразу же все конкуренции skoda коробок который вот-вот придет киа селтас многие тоже девушки западают на рно да на аркану вот как раз у арканы неудобная штука по переключению да здесь вынесено все на обычное достаточно большие вот если искать огромные клавиши до громкость понятно что вот эта штука есть на руле на могут многофункциональным и вот эта штука тоже есть электро ручной тормоз да то есть не надо думать снимать его да он сам снимается в одной комплектации в одной модели небольшая разница и по цене 40 43 тысячи да то есть это в российских где-то около миллион двести по аркане очень большая разбежка то есть там начинается от 40 тысяч простая с двигателем 16 механики кстати самое интересное что ее берут берут и механику 16 ну и конечно же двигатель турбированный 1 и 3 150 лошадей я скажу что турбированные двигатели это классная штука потому что на на трассе вот мы сейчас чуть-чуть поддали мы обогнали одним ну просто одним нажатием разогнавшись там на 40 50 километров и турбированный двигатель я не знаю меня волнует расход ресурс ресурс турбированных двигателей с нашим обслуживанием и с нашим бензином хотя бензин вроде белорусский стал получше уже не льют разную гадость и 95 хороший наш родной но вот каков ресурс реальный там те же самые реношники горят на 150 тысяч он должен пройти а что дальше то же самое поджили вот этот двигатель я думаю что большинство вопросов реально будет именно по вот этому трехцилиндровому турбированному движку почему они его поставили сюда 177 лошадей выше крыши классно вопросов нет но каков ресурс реальный будет этой машины вы знаете такие опасения всегда с выхода новой модели не только по бренду джили в частности вот опять же если говорить когда выходил турбодвигатель модели атлас тоже были опасения то есть большинстве своем хотят видеть классический атмосферный двигатель классический автомат здесь же и turbo и робот да 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 очень много технологичных штучек себя опять же уже есть какой-то негативный опыт у людей когда именно связка dsg по немцам даже которые с dsg мучились с первым dsg который был сухой двухкорзинный да но потом немцы же исправили ситуации сейчас по dsg вопросов нет коробка шикарная я думаю что китайцы здесь уже прошли все да на чужих ошибках потому что это не скажем так не просто они пришли посмотрели как вы видите на любом автосалоне промышленный действительно этот шпионаж это не просто скопировать сделать дешевую копию это опять же учесть те моменты на которых ранее обожглись выпустить тот продукт который будет действительно интересен клиенту вот потому что все эти модели опять же атлас и грандекси это был как старт и потом прожать через город вернемся посмотрим в городском режиме как она по неровности но кстати очень удобная вот компьютер бортовой то есть достаточно большая блики есть вопросы всегда если блики на мультимедийке блики будут вот у нас сейчас яркое солнце мешает мне просто смотреть и естественно за счет глянцевые пальцы понятно что если руки не помыли то пальцы будут но очень удобно бортовой компьютер вот я сейчас левым левой рукой пройдусь по всем функциям у нас есть давление и не просто даже давление но еще и температура во всех шинах мы сейчас проехались буквально вот ну пускай полчаса у нас одно колесо 16 дает правое переднее что мы ему дали 10 8 задние и 11 ну и конечно давление вплоть до единицы двести тридцать три двести двадцать девять то есть не просто там двойка 2 и один поэтому достаточно точные датчики мы едем на седьмой скорости и нам сразу же показывает на какой скорости работает робот у нас есть промежуточный пробег у нас нет есть расход топлива да это вот мы снизили начинали с 16 мы говорили 16 7 я сейчас уже 9 и 7 и при том что мы достаточно нервно разгоняемся мы дергаемся двигаемся ну да чуть-чуть даешь вот вот эта разница между мгновенным от 6 до 19 9 запас хода 265 сколько кстати здесь бак 55 литров ну то есть при среднем расходе 8 тут практически на 700 на 700 километров запас хода время средняя скорость ну вот что вы хотите средняя скорость 22 километра в час вот с такой мы скоростью тошнимся по городу и окагама но это не родная да но я про то что вот у нас сейчас и стыки и неровности слышно в салон передается немножко звук машин но двигателя не слышно вот больше всего я переживал по поводу ну что подержинки проект немножко да до следующего светофора чуть-чуть ох но вот это вот ускорение вот что что 177 лошадей вот турбированный двигатель те приходится постоянно притормаживать то есть на самом деле это как раз таки то что все искали наши клиенты в предыдущих когда отмечали что коробка и двигатель синхронизирован таким образом что стиль разгона плавный это то чего скажем так не хватало клиенту китайцы это учли выпустили эту модель поэтому реально вот движок и машина эмоциональная за счет характера за счет вот это вот разгона по поводу зеркал в общем-то габариты чувствуется очень хорошо сразу же за счет вот такой вот завышенная линия да то есть линия идет вверх до задние и очень хорошо в зеркалах заднего вида видна попка задняя часть то есть по сути перестраиваешься сразу же видишь что и как плюс не перекрывают подголовники сейчас у нас на втором ряду в среднем положении они не опущены не подняты до самого верха поэтому то что касается обзорности очень грамотно очень очень мне все нравится поэтому да согласен девушки мальчики но девушки в основном такие более ветреные и как раз то что здесь а кстати вот этих уже функций автономного вождения то есть полоса удержания там дистанция пока нет этого уже уже адаптивный да контроль полосы опять же контроль знаков если будет скажем так знак по ограничению скорости то есть по сути уже так скажем в малом классе кроссовера стоит в стоят функции взрослого автомобиля то есть если есть адаптивный круиз но не будем мы по городу проверять удержание полосы кстати очень большой минус вот нашим дорожникам автономные машины к сожалению у нас пока рада заводить потому что нам на следующем да вот дорожники ну почему едешь даже там в соседней какого-нибудь польши уже в россии едешь а новые дороги и сразу же классная разметка то есть настоящая яркая которая и вечернее время хорошо видно поэтому это конечно разметка это надо улучшать тормозам машина сто километров буквально прошла но тормоза настолько цепки с одной стороны вот мягенько да и цепки а спереди и сзади дисковая то есть вопросов нет что на более дешевой версии ставится барабан да ну вот это тоже к разговору с о конкурентах потому что у многих конкурентов в базовой версии то есть самое дешевое сзади ставится и более дешевая подвеска то есть там обычно стоит балка и барабанные тормоза но уже в 2020 году ставить на машину которая там дороже 20000 долларов барабанные тормоза мне кажется это минусы с точки зрения безопасности и все-таки но как-то позор так делать экономить на таких мелочах конечно у нас поэтому и разбежка в цене не такая вот действительно условно говоря выпуска по и поступила машина в комплектациях комфорт и флэкшип вот разница между ними 3000 белорусских да и покупая комфорт вы не обделены опционально в большом количестве то есть все самое необходимое у вас будет условно говоря тот же самый мультимедиа экран в данной комплектации он уже идет полностью lcd в той модели будет он чуть попроще но информативная же не страдает в этом плане но и условия кредитования тоже однозначно помимо того что я говорю сразу может быть вызывал интерес кредит безусловно да жили жили это сто процентов успеха за счет кредита госпрограмма и все спрашивают будет ли такой вкусный сладкий кредит на кулрей есть этот вопрос всех волновал обсуждение даже планировалось что будет действительно либо приобретение за счет собственных средств на данную модель либо кредитная программа будет чуть выше ставка льготная она не на весь срок кредитования то есть первые два либо три года клиент все равно получает такую референцию виде трех целых девять десятых годовых по кредиту то есть сейчас у нас беларуси 39 кредит на до трех лет до а был помог до пяти до вот на автоса кредит и лизинг лизинг до 7 лет кредит до десяти именно льготы вы получаете первые два либо три года зависимости от первоначального то есть либо два либо три ну а самое вот выгодно даже приобретение вот какое на ваш взгляд на сегодняшний день если если и использовать максимальный кредит да то есть вот этот льгот на 3 9 да то есть это два или три года и минимум ну то есть у многих еще остались там корчи которые сейчас по весне надо до полюбасу сдать и по сути можно сколько вложить вот в куры от 10 процентов взноса уже есть возможность приобрести данный автомобиль можно внести всего лишь условно говоря там две тысячи долларов и оставшуюся часть комфортно для себя разбить по кредиту до до десяти лет две тысячи долларов с ума сойти то есть фактически за четыре там четыре с половиной тысячи рублей приходишь покупаешь новый автомобиль и потом в течение трех лет по льготной ставки уж никто же не знает получается при вносе 10 процентов получите два года льготных два за рамками двух лет ставка будет уже выше ставка рефинансирования ну по сути ты в течение двух или трех лет выплачиваешь стоимость и минимальные расходы по кредиту все-таки 3 9 процентная ставка достаточно скромная ставка поэтому выгодно я думаю что вот мой первый день пришли только в салон и уже люди прям с утра приходят и начинают втыкать начинают понятно в основном пришли сейчас критики пришли серьезные взрослые дядьки как и мы которые там сразу же ой а я слышал такой ой а что ж там повтыкать но я думаю что пойдет в любом случае поток нормальных покупателей которым ну просто уже ой куры классно выглядит потому что все равно машина должна продаваться дизайном машина должна продаваться настроением и эмоциям вот здесь плюс это конечно же яркий дизайн потому что машина смотрится классно и второе это как она себя ведет вот по городу мы практически час уже наездили и мне нравится быть за рулем вообще ничего не напрягает я вспоминаю тех китайцев там первых три или четыре назад первые китайцы кроссовера там 60 до где бы вообще все боже мой страшно двигатель 1 08 вы в этой включаешь обогрев машина не едет потому что не было связки генератор механической коробки передач которая вот так вот вот так вот просто дрожала ребят ну здесь уже просто самые современные технологии и вопрос не только во внешнем виде потому что вот это вот понятно не железо это не это пластик под алюминий да это понятно что не кожа это пластик под кожу вот даже вкусная такая вот окантовочка до зеркала все эти детали создают настроение каждый день решеточка джили да вот с фирменным логотипом ну что смотрим расход после нашей бешеные девять с половиной то что сейчас мы накатали ну 76 можно добиться всем заявленная цифра вообще среднего расхода на 6 и 6 6 и 6 но я вам скажу так погрешность безусловно будет присутствовать даже уже учитывая опыт использования моделей сегодня то что пишет сам бортовой компьютер и то что в реальности по заправкам по чекам погрешность есть безусловно но здесь я думаю что в рамках 7 и 6 как вы отметили павел такого результата добиться возможно опять же во многом по расходу зависит от вашего стиля езды эта машина она да слегка провоцирует придавить где-то медаль газа потому что оставляет очень приятно вах да мы сейчас в горку шли машина вполне так груженная и она просто выстреливает ощущение очень приятно опять же при покупке только отталкиваться от ресурса двигателя от цифр разгона вы просто не получите тех эмоций основного автомобиля поэтому безусловно машина цепляет и при всех за и против ну я думаю что интерес к ней очень хороший со стороны публики потому что уже по предзаказам автомобиль практически все если говорим мы про максимальную комплектацию практически все авто уже распробно ну вот видите первый день буквально уже машины в жирной самой комплекта цена хорошая 43 тысячи это около 20 20 тысяч долларов и льготные условия ну хорошо вот и того и так и так можно да какие плюсы у этой кого конкретно машины вот я назову первое это яркий дизайн потому что машина сразу же выглядит шикарно второе это конечно упакованность потому что здесь все достаточно современные из минуса можно превратить в плюс да то есть современный двигатель который в меру экономичны очень яркий очень быстро до современная коробка передач двойное сцепление корзина мокрая то есть вопросов не должно быть мультимедийка вы видели этот адаптивный круиз-контроль в максималке то есть по сути машина полностью упакована да ну и конечно же то что здесь уже используется классные материалы я тоже назову это плюсом потому что они как бы под под алюминий под кожу но они классные качественные мягкие по вопросам сборки вот я специально наблюдал ни одного звука жучка машина свежая вот и конечно же собрана она большой плюс нашим белорусским рукам собра собрана она классно поэтому посмотрим как будет продаваться удачи первое знакомство с джили колрей сейчас напомню у нас пока есть две комплектации все полностью собирается только в китае белорусские руки прикручивают крупную зловая сборка у нас беларуси доступен очень хороший кредит льготный кредит на два или три года под 3 9 вообще кредит можно взять до 7 лет а свадочек мне понравился очень интересно ведет себя на дороге ярко разгоняется двигатель хотя небольшой по объему полтора литра но 177 лошадей и 7 ступенчатый робот но это классная быстрая машина очень функционально выглядит вообще классно поэтому лучше самому все-таки проехаться посмотреть мне кажется что это более женская машина чем мужская может быть до более молодежно еще раз спасибо всем нашим подписчикам канала youtube автопанорама наших соц сетей за вопросы за вопросы на которые мы постарались ответить и по поводу кузова нет не оцинкован и по поводу размеров багажника и сравнение их с атласа моим грандом седьмым и по поводу реального расхода топлива мы не добились не 6 1 не 7 и 6 но реально около 8 9 бензин расход по городу в смешанном цикле при тестовом режиме и то есть спасибо большое за ваше внимание найдите наши обзоры потому что мы делали для сравнения и обзор хавейла хавейла f7 купе кроссовера f7 x обзоры стримы вы можете найти конкурентов чана не cx 35 плюс на нашем канале вы конечно задавайте вопросы присоединяйтесь к нам найдите команда автопанораму в соцсетях facebook instagram вконтакте в группах в телеграме а будьте с нами мы всегда рады работать для вас и конечно же комментируйте конечно же критикуете если у вас чешется руки чешется язык ребят для этого и есть youtube мы же делаем для вас чтобы вы спрашивали задавали вопросы что вы ругали критиковали делились своим опытом вождения эксплуатации этих машин поэтому с вами команда автопанорама меня зовут павел кореневский пока пока